И снова здравствуйте, дорогие друзья! Я Валентина Букеева, приветствую вас уже на 375 уроке по созданию сумочки. Я шучу, но вы знаете, я поняла, что бразильскому материалу должно быть уже подойти к логическому финалу. Итак, в этом уроке мы уже завершим работу над сумочкой, на самом деле я специально разбиваю на маленькие уроки для того, чтобы вам было удобно, а потом просматривать их, чтобы они были короткие, емкие. В этом уроке мы подошьем обтачку, причем просто проложим ровную строчечку для того, чтобы уже был красивый завершенный вид. Как это сделать? Очень просто. Во-первых, я сняла столик, потому что нам понадобится рукавная платформа. На предыдущих уроках мы уже заутюживали таким образом, чтобы вот был перекант изнанки на лицевую сторону, то есть у нас уже образовался кант. Я на всякий случай сколол, чтобы когда я шила, вот ничего не двинулось. И поехали! Таким вот образом я вкладываю под лапку и под рукавную платформу. Для этой строчки я использую вышивальные нитки беленькие в тон канта и обычная лапка для прямой строчки. Длина стежка у меня 305. Вот все то же самое. Я опускаю и вот позиционирую так иголочку, чтобы прям вот шел вот в этот сгиб. Поехали! Не торопитесь! Снаружи этого шва совсем не будет видно. Ручку, видите, я немножечко, капельку оттягиваю, чтобы не было никакого наплыва. Строчка обычная. Вы можете усиленной строчкой делать, вы можете декоративной строчкой, такой же, как вы делали ручки, пришивали. Тоже проявите фантазию, проявите свои авторские находки, которые вы, возможно, открыли для себя при изучении вашей машиночки. Помощница. И вот мне интересно, что вы ощущаете на этом этапе. Наверняка ощущаете окрыленность, потому что по-другому и быть не может. И когда вы подходите к толщине, во-первых, если толщина очень большая, перед тем, как ее проходить, прям поколотите молоточком, на камень положите. Лучше, конечно, это делать на улице. Я выхожу на улице салфеткой или бумагой. Опять же, наша пергаментная любимая, она, кстати, не разбивается. Молоточком постучали, все хорошо. После того, как вы простучите молоточком, он становится более плоский, более красивый и вам удобнее его прошивать. И точно так же я... Вы знаете, мне даже не пришлось использовать это приспособление для прохождения трудных мест. Но если машина ваша сложная, проходит такие места, обязательно воспользуйтесь. Я уверена, что вы уже оценили возможности этого приспособления для того, чтобы проходить толстые места. и поняли, что никаких преград нет у вас. Правда? Когда вы останавливаетесь, обязательно оставляйте иголку внутри, для того, чтобы когда вы вот так вот выворачиваете, ну, когда вы вот так поправляете, расправляете, то чтобы у вас ничего не сместилось. Поехали дальше. Всегда начинайте с задней части сумочки, потому что, если есть какие-то погрешности, то они останутся на задней части, а на лицевой у вас уже будет прям конфетка. Готово. Обрезайте все ниточки. Если ниточки остаются, подпаливайте зажигалкой. Вот, вот так вот после этого понажимали, и все, у вас никогда не будет распускаться. Класс! Посмотрите, какой у вас красивый, аккуратный шовчик с изнаночной стороны. С лицевой стороны его не видно, то есть у вас прекрасно обработана сумочка. Вот эти шовчики вы точно так же подшиете руками, как мы делали с уголками. Ну, и сюда вы можете либо пришить вот такую вот кнопочку пришивную. Очень удобно для того, чтобы у вас хорошо сумочка, ну, то есть закрывалась сумочка. Или же можете установить кнопочку такую, которая защелкивается, не обязательно магнитную, для того, чтобы верхняя часть сумки тоже закрывалась, если это вам нужно. Потому что эта сумочка считается хозяйственной, и, возможно, вам не потребуется вот это верхнее закрывание. Ну, что, друзья мои, счастливы? Нравится? И я уверена, что вам нравится такая сумочка. Она теперь украсит ваш гардероб, не только для похода в магазин, но и на пляж, и на прогулку с детьми, в лес. И, кстати, если вы не зашиваете вот эти боковые срезы, то это прекрасная сумка для переноски обоев, как мне сказали, и даже дров. Вариантов очень много. Пользуйтесь на здоровье. Шейте для своих любимых, близких. И, конечно, старайтесь по минимуму использовать пластиковые пакеты. Потому что, подарив такую сумочку себе и своим близким, вы уже помогаете природе, пусть даже чуть-чуть. Но это ощутимый вклад, если посмотреть в масштабе. Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной, за то, что вы творите своими руками такие прекрасные сумочки, такие прекрасные работы. До встречи в новых проектах. И всего вам самого лучшего.